Привет друзья! Игорь и Николаевы любят миллионы слушателей. Исполнители, выбирающие его песни, становятся звездами. Автора шлягеров ценят коллеги, называя гордостью России, как Лариса Долина, уникальным явлением в искусстве, как Алла Пугачева, и просто гением, по оценке Филиппа Киркорова. Жизнь композитора посвящена музыке, в ней находят отражение его мысли, переживания и контраста. Детство и юность. Российский певец и композитор Игорь Юрьевич Николаев появился на свет на Сахалине, в провинциальном городке Холмске, 17 января 1960 года. Отец Игоря был поэтом-маринистом и состоял в Союзе писателей СССР, одновременно с тем исполнял обязанности капитана судна, перевозящего грузы на дальние расстояния. Юный Николаев большую часть времени проводил с мамой, которая работала бухгалтером. Заработной платы едва хватало на продукты, но Игоря не пугала черта бедности, он много читал, занимался спортом и тяготел к музыке. В молодости у Игоря обнаружились творческие способности. Мама отдала сына в Сахалинскую музыкальную школу, где он сначала учился играть на скрипке. После окончания школы Игорь Николаев поступил в Южно-Сахалинское музыкальное училище, но уже через год покинул родной город, чтобы покорить Москву. В столице Николаев поступил на второй курс музыкального училища Московской консерватории имени Петра Чаковского. В 1980 году по окончании Московского института культуры музыкант защитил дипломную работу, став дипломированным специалистом эстрадного отделения. Личная жизнь. Впервые композитор Игорь Николаев женился еще во время учебы на курсе музыкального училища Сахалина. В 1978 году Игорь Николаев впервые стал отцом. Первая жена Елена Кудряшова родила ему дочь Юлию. В момент появления на свет дочери молодым спутником жизни было по 18 лет. Быстрое угасание отношений, завязавшихся в юношеские годы, стало вполне естественным развитием событий. Первая семья Игоря распалась. Позже композитор женился во второй раз, выбрав в спутнице жизни Наташу Королеву. Произошло это в начале 1990-х годов, когда средства массовой информации написали об открытом романе гениального российского композитора и молодой, но подающей надежды украинской певицы Натальи Порывай, позже получившей от своего покровителя творческий псевдоним Королева. Яркая и богатая по тем временам свадьба состоялась в 1994 году. Брак официально зарегистрировали сотрудники московского ЗАГСа дома у Игоря. Однако и этому союзу не суждено было длиться вечно. В 2001 году пара распалась. Причиной развода, как позже рассказала сама певица, стал интерес Николаева к другим женщинам. После первой измены Королева дала супругу время на осознание ситуации и принятие решения. Прошел год, но ничего не изменилось. Наташа инициировала бракоразводный процесс, прошедший на глазах всей страны. Музыкант пытался вернуть супругу, делал громкие заявления со сцены, однако Королева осталась непреклонной. Спустя пять лет после расставания в интервью Игорь признается, что женщины, которые встречались ему в тот период, являлись неким подобием Наташи. Желание повторить то сильное ощущение и ту эмоцию приводит к неосознанному поиску, похожей на ту самую. Конечно, клонированных людей не бывает, но некое сходство можно отыскать. Еще через четыре года у артиста появилась третья супруга Юлия Проскурякова, чье сходство с Наташей Королевой отметили и поклонники, и репортеры. Знакомство Игоря и Юлии состоялось в Екатеринбургском дворце молодежи, где девушка в детстве занималась в вокальной студии, а в тот раз музыкант приехал на гастроли. Проскурякова работала в нотариальной конторе, и подруга вечером позвала на концерт столичной знаменитости. Юля до сих пор удивляется, каким образом пробилась сквозь толпу поклонников и охрану, чтобы продемонстрировать Николаеву вокальные данные. Игорь оценил и попросил прислать ему диск с записями. Позже, когда Юля захотела вернуть диск, композитор предложил остаться в Москве, снял для девушки квартиру. Но еще в течение года чувства известного музыканта и простого юриста оставались платоническими. Долго шла притирка характеров. Пара съехалась в одну квартиру после ссоры. Николаев заявил, что у него нет сил конфликтовать, и он хочет, чтобы Юля всегда была рядом. В сентябре 2010 года пара узаконила отношения. Заслугу в этом приписывают матери Ксении Собчак, сенатору Людмиле Нарусовой, которая посчитала, что Игорь и Юля зажали свадьбу. Пресса сообщала, что певец тайно женился в Америке, и никакие оправдания Проскуряковой в расчет не принимались. Вот и Нарусова, повстречав влюбленных на конкурсе «Новая волна», не поверила. По возвращении в Москву Игорь сделал девушке предложение. Спустя пять лет совместной жизни на свет появилась долгожданная девочка, которую назвали Вероникой. По подсчетам врачей, дата рождения второго ребенка Игоря совпадала с днем рождения первого. Но дочка родилась недоношенной, и первые месяцы для родителей прошли в переживаниях и волнениях. Николаев старше Проскуряковой на 22 года и первое время ревновал избранницу кровесникам. Когда убедился, что Юлия не обманывает, успокоился. Сам Игорь рассказывал, что еще за роман с Королевой, которая моложе на 13 лет, получил от окружающих по полной. А вот с нынешней женой почему-то все по-другому. Дочь Юлия от первого брака Игоря с отличием окончила общеобразовательное музыкальное учреждение по классу рояля, а также колледж искусств и эстрады в Майами. В юном возрасте девочка снялась в детском телевизионном проекте, исполнив специально написанную композицию Винни-Пух. Позже участвовала в съемках клипа Аллы Пугачевой и Незваный гость и нескольких клипах папы. Юлия живет в США, после развода с мужем Джоном стала учиться на врача. Дети композитора Юлия и Вероника ладят друг с другом. Из личной жизни Игорь не делает секрета, частенько публикует фото бывших и нынешних членов семьи в Инстаграме. С Королевой Николаев сохранил дружеские отношения, артисты общаются, поздравляют друг друга на страницах социальных сетей со значимыми событиями. С мамой Юли, так назвали девочку, Игорь прожил около 13 лет. Поэтому пока она была маленькой, родители жили совместно и сумели уделять достаточно времени воспитанию. Как рассказывают общие знакомые, дочь известного музыканта с раннего детства имела артистические наклонности. Родители делали все возможное, чтобы она могла как можно раньше начать карьеру в этом направлении. Личная жизнь старшей дочери Николаева сложилась не совсем удачно. Она в 2005 году вышла замуж за гражданина Америки Джона. Он был старше Юли на 18 лет. Добрый, веселый и отзывчивый. Брак просуществовал около 10 лет и распался. Причина – большая разница в возрасте, которая мешала супругам понимать друг друга. Развод с Джоном Юля очень тяжело переживала, но несмотря на это смогла сохранить с ним дружеские отношения. Ее муж после развода женился на женщине своего возраста, с которой, по его словам, он очень счастлив. Видимо, из-за 18-летней разницы в возрасте. Пара быстро развелась и наскучила друг другу. Юля сейчас 42 года. Новое увлечение – фармацевтику. Несостоявшаяся певица бросила еще быстрее, чем сцену. По сути, она сейчас бездельничает, живя на деньги богатого папы. Тем не менее, отношения и с ним, и с бывшей женой, и нынешние у нее более чем прекрасные. Сам Николаев переживает, что любимая дочка не смогла найти себя, но очень надеется, что она еще сможет это сделать. Когда журналисты задают по поводу нее вопросы, старается ее защитить, указав, что время на поиск собственного любимого дела у девушки еще есть. Обе Юли тоже подружились. Жена и старшая дочь Николаева любят сидеть за чашкой чая, болтать, гулять по городу или совершать набеги на магазины. Женщины понимают друг друга с полуслова. Результат такой дружбы – песня «Ты мое счастье», которую написала Юлия Николаева, а исполняет Юлия Проскурякова. Пока Николаев растит вторую дочь Веронику, которую ему подарила третья жена Юлия Проскурякова. Он прочит маленькой будущей звезды, хотя сама Кроха пока об этом даже не догадывается. Шагнув на большую сцену, Ника снялась в клипе с мамой, но похоже больше на папу. Отметив 60-летие, Игорь Николаев со своей нынешней женой Юлией Проскуряковой и младшей дочерью прилетели в Америку. Родственники встретились в аэропорту. Старшая дочь познакомилась с сестричкой, которая младше ее на 38 лет. Юлия тщательно подготовилась к приезду, организовала для малышки вечеринку и превратила территорию квартиры в Систерленд. Она учит ее английскому и воспитывает. По словам счастливого отца, это была трогательная встреча двух сестер, живущих далеко друг от друга. Жена артиста хотя и говорила, что не ставит цель сделать карьеру певицы, тем не менее выступает на сцене. Для супруги, а также для дуэтного исполнения, Игорь сочинил композиции «СМС» «Одна надежда на любовь», «Новый год без тебя, мой мужчина». Недавно в сети прогремел скандал, связанный с супружеской жизнью Игоря Николаева и его нынешней женой Юлией Проскуряковой. Напомним, что Юлия опубликовала в сеть подробности семейной жизни с эстрадным певцом. Она написала, что Игорь постоянно использует приказной тон и перечить его словам просто недопустимо. Сейчас эта публикация удалена, фанаты решили, что это было сделано по инициативе Николаева, потому что жена не может перечить мужу. Такое двуличное поведение Николаева возмутило фанатов, потому что они считали его идеальным мужем и отцом, а написанное в публикации Проскуряковой полностью не соответствовало их ожиданиям. Пользователи уверены, что она должна подать в суд на развод, а после него Игорь и Николаева лишат родительских прав. О пьянстве Николаева фанаты предположили из-за поведения и внешнего вида музыканта в последнее время. Например, ситуация на борту самолета и частое появление под шофе на публике, а также все стало на свои места после слов супруги Николаева. В последнее время Игорь мало публикует фотографии с семьей и младшей дочерью. На всех видеозаписях с дочкой на заднем плане слышится голос матери, которая явно пытается ограничить общение ребенка с отцом из-за его тирании. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.